На выставке коммерческой техники «Комвекс» звездой экспозиции марки КАМАЗ стал бюджетный магистральник 54902. Но на фоне этой премьеры не затерялось несколько других. Например, шасси 65658 — универсальный трёхостник, который должен пригодиться буквально всем. И в первую очередь ритейлерам, которые выбирают машины подобного формата для доставки продуктов в свои магазины. Интересно, что изначально модель создавал под большой 13-литровый дизель. Однако серийная версия оснащена более компактным 9-литровым агрегатом отдачи 390 сил. Это бывший «Камминс», который теперь носит наименование «КамАЗ-689». С ним грузовик получился более экономичным. На выставке показали вариант, оборудованный ленивцем, то есть подъёмной задней осью. И это ещё одно пожелание ритейлеров. Кстати, ленивец не только снижает расход топлива, когда машина идёт порожней, но и облегчает зимнюю эксплуатацию. Если поджать третью ось, грузовик становится более проходимым. То, что челнинский автогигант серьёзно нарастил темпы выхода новинок, доказывает и премьера односкатного четырёхосника 8 на 8. Его грузоподъёмность составляет 30 тонн, так что доработчики смогут ставить любые надстройки — от самосвальных до узкоспециальных. Включая, например, тяжёлые крановые установки. «Я бы не стал зациклиться только на этом шасси, как на самосвальном. Поскольку оно достаточно универсальное, наверняка там заинтересуются и заводы спецтехники, которые производят для нефтегазодобычи. Потому что об досках, полный привод, 8 на 8, вряд ли найдётся много конкурентов, которые предоставят сопоставим по техническим и корректительным продуктам». Понятно, что такому гиганту понадобилась самая мощная версия 13-литровой «шестёрки» — отдачей 560 сил. Интересно, что максимальная скорость программно ограничена на отметке 60 км в час. Как уверяет производитель, такие машины уже выпускаются серийно. Ими особенно активно интересуются сибирские заказчики. Продолжение следует... Продолжение следует...